всем привет это ядрис и лео сегодня мы на стране fm мы поем для вас и общаемся с вами коротко о себе мы с тобой сколько вместе уже два месяца два года мы уже где-то как дуэт официально до этого мы были сольными артистами у нас один альбом вот и куча синглов блин многие говорят что прошедший год он был таким максимально негативным неинтересным странным страшным я не знаю для меня этот прошедший год как как и все остальные каких-то особых изменений я не почувствовал потому что 90 процентов моего нашего времени у нас проходит на студии мы привыкли к этому режиму с утра до вечера сидим на студии пишем песни и поэтому ничего особенного год как год ну для нас очень важно сейчас настроить вот этот свет нам очень важны мы важны выступления мы очень сильно хотим выступать и мы очень надеемся что в этом году уже пойдут выступления мы будем выступать но после нового года не обязательно но современная музыка в россии тикток очень сильно начал влиять на популяризацию вообще музыки в целом вот очень много артистов появилось через тикток сейчас уже последние годы я не месяцы я бы сказал я замечаю как понятие колян рэп размывается такого фокуса на этом нету просто все слушают музыку мне кажется вообще все жанры они уже размываются и раньше типа было круто раньше типа это было такое вот есть отдельно рэп а есть колян рэп типа вот такое прям разделение жестко сейчас этого уже нету либо мы выпали из этого фокуса либо просто все уже устали от этой темы колян рэп колян рэп я вообще просто за музыку я вообще не люблю какие-то отделить музыку на жанры мне кажется но главное просто настроение вайпа какой-то жанр к чему это относится абсолютно не важно и хорошо что в последнее время вот люди не обращать внимание на жанра на поджанра на всю эту суету и хорошо что все это слилось воедино это очень круто как по мне то что мне кажется какой-то фигней вот не знаю половина страны может смотреть на это как на что-то большое великое интересное вот и это очень сложный вопрос все зависит от точки зрения точно ответ я не могу дать на это но есть вот некоторые есть некоторая музыка которая мне не нравится но я понимаю почему она нравится людям я понимаю что это имеет место быть и поэтому я как бы стараюсь относиться очень лояльно ко всем к ко всем жанрам опять же я только что сказал что жанры размылись опять же говорю что коллега ну допустим вот этот мамбл рэп который в россии сейчас в последнее время начал очень сильно типа становиться популярным в большинстве своем не непонятен и вот эти тексты которые они пишут вот вся эта поверхностная тема она мне не близка не близка но я понимаю почему это людям нравится потому что это легко это не навязчиво ты просто слушаешь и наслаждаешься элементарно вайбом и это имеет место быть мат в песнях еще давно когда я только начинал заниматься музыкой меня всегда возмущало то что многие артисты за счет мата пытаются придать хлесткости своему тексту я был принципиально убежден в том что можно это сделать без мата вот и вдобавок к тому что но воспитание менталитет не позволяет мане допустим публично так чтобы там выражаться матом в жизни конечно никто не без греха мы такие же люди ничего человеческое говорится нам не чуждо где-то там можем себе что-то позволить но в песнях когда это может услышать там мама сестра это очень принципиальный момент и я пытаюсь категорически этого избегать и мне это очень нравится старые какие-то там старые 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 какие-то песни были какие-то там литературные там слова я один раз два раз допустил и мне очень за это стыдно и прям когда не дай бог где-то услышал он передергивает сразу поэтому здесь такой пунктик для нас стоит что мат категорически нет кто бы что не говорил образование необходимо вот образование необходимо но в моем случае получилось так я учился в нефтяном университете вот на инженера-технолога и на пятом курсе прям перед защитой диплома у меня все было хорошо на самом деле я был активистом у меня были хорошие отношения с деканом и прямо на пятом курсе перед защитой дипломной что-то щелкнуло меня в голове я понял что лично мне диплом не нужен потому что я понимал если я возьму диплом и если условно у меня не получится с творчеством то диплом для меня будет как вариант б и я хотел исключить этот вариант б чтобы у меня был только один вариант чтобы я не расслаблялся и чтобы я делал все возможное чтобы достичь своей цели и поэтому я принципиально пошел на это и принципиально не взял диплом но это только в моем случае но если условно врач ты по-любому должен учиться без образования это вообще типа это жесть в последнее время самообразование конечно начинает у самообразования начинают появляться явные преимущества перед таким государственным образованием вот это такой тоже важный аспект нельзя это упускать но опять-таки зависимости действительно кто чего хочет от жизни если ты врач если ты хочешь идти по какой-то такой серьезной профессии то конечно нужно образование но в большинстве случаев образование оно это метод социализации то есть войти в общество через школу через университет завести знакомство общение найти себя понять себя изучить себя в разных ситуациях и так далее оно как в нашей стране тем более где есть определенный шаблон где люди размышляют определенным шаблоном пройти через этот этап это я думаю естественный ход развития личности вот как минимум вот есть такое выражение чтобы знать правило надо ой чтобы нарушать правило надо их знать то же самое чтобы сказать что образование нам не нужно надо через него пройти и понять что это вот тебе было не нужно вот поэтому не отучившись понять что это тебе не нужно это но я не знаю это какие-то отдельные личности наверно только смог я учился в экономическом университете в казахстане в караганде вот и я отучился получил диплом ничего в голове не осело после этого я завел там интересные знакомства какой-то жизненный опыт получил вот но с точки зрения образования знаний и я все сам читал и изучал там благодаря интернету то есть из программы университета или школы вот сейчас там спроси меня таблицу умножения которые я помню я зубрил я ничего не вспомнил и не было и не было моей жизни причиной и вспомнить где-то чтобы я ехал да она была маршрутки расплатиться и я такой так сколько сколько такого не было до рубля на это 55 до то же самое ну типа пищевая именно вот способ обучения он не знаю он то ли устарел этот шаблон потому что лично у меня 80 процентов моего времени в университете мы просто сидели и постоянно что-то писали 90 процентов теории и 10 процентов практики вот так проходило мое обучение к сожалению не ну было сложно потому что опять же менталитет опять же тот же мат всегда казалось что музыка творчество но как-то тесно связано но с какой-то грязью вот есть среди общества бытует такое мнение что вот творчество артисты там актеры все они максимально тесно связаны с наркотиками голыми женщина и было очень сложно было очень сложно донести до родных что это не так что не всегда это так точнее вот и что можно писать песни на элементарно без мата можно как-то не знаю какие-то свои мысли как-то транслировать через это творчество и на пользу общества пользу людям и это будет работать у меня было этапами сначала когда я только начал этим заниматься всех это забавляло такие вот а мама тому у меня там сын что-то пишет прикольно вот потом пришел этап когда ты уже взрослеешь я очень но я молодой был лет 17 я начал там первые песни записывать это уже постарше и мама такая уже там работать надо ты не хочешь там работу найти серьезные там время идет и я вроде нашел работу работа такая нести ну мало получала и мама соответственно ты не хочешь как-то ну больше уси а я все надеялся на музыку и работа для меня было просто для галочки там какие-то 20 тысяч я получал для галочки вот что у него есть работа отстаньте от меня вот и я продолжал там усердствовать музыку знакомиться общаться там пытаться как-то все это продвинуть вот и и маму там ну кого я посвящал там с отцом у нас болят и субординация как бы я с ним нет а с мамой она там слушать брось это сестра потом подключилась они там на кухне меня посадили ты уже взрослый там ты не хочешь все это бросить тебе надо жениться такие вот начали прям прессовать меня и меня на удивление их пресс прессинг только вдохновил я еще им сказал я говорю вы меня только вдохновляете говорю да я не откажусь от своей цели говорят свои задачи вы меня только вдохновляете сейчас когда это все вышло на такой уже официальный там с результатами какими-то да уже когда к ним подходят и говорят там вот мы знаем на там на жаре есть такие вот два парня у них такие песни там знают что там что я сын своей мамы вот и они уже этим гордятся и они всячески там хвалят там поддерживают интересуются вот в общем у этого были определенные этапы вот как и у всех я думаю таких историй море ну типа это что же все поэтапно происходит у тебя меняется жизнь меняется не знаю какое-то место пребывания и ты понимаешь что денег требуется больше больше с каждым разом все больше чем больше денег тем больше проблем как говорится на были времена когда вообще не было денег я жил в махачкале я работал в махачкале и меня выгнали с работы потому что я слишком много времени уделял творчеству потом выгнали из квартиры потому что мне нечем было платить и у меня оставался ключ дубликат от того здания где я работал я ждал там пока начальник в час-два уедет он уезжал в час-два и заходил с этим причем на эту студию ниагара называлась назывался банкет на зал там была молебная комната делал делали намаз метр три метра на два метра где-то маленькая комната я в два-три часа где-то засыпал там потом в семь-восемь просыпался что у меня не заметили и уходил оттуда и где-то полгода я да по моему там уже вот так и бац в один прекрасный момент мы попали на лейбл и все кардинально поменялось ну счастье не в деньгах как говорится чтобы это сказать нужно эти деньги заработать правильно же нельзя сказать что счастье не в деньгах не заработать потому что не знаешь о чем речь вообще нужно понимать предмет разговора поэтому надо эти деньги заработать а потом сказать счастье не в деньгах как говорится деньги нужны для того чтобы о них не думать потому что когда денег нету все сводится к деньгам. Когда ты их заработал, вот тогда ты можешь уже успокоиться, искать там счастье, я не знаю, там в супруге, в детях, в природе, там, что по кайфу. Когда денег нету, лекарства, проезд, тоже обучение, что угодно, одежда, это все упирается в деньги. Ну, соответственно, у денег есть такая особенность, чем больше ты их получаешь, тем больше ты их хочешь. Это уже превращается, я не знаю, может, я по себе сужу, но в мире в целом такая тенденция. Чем больше ты их получаешь, тем больше тебе их хочется. Ты уже гонишься там не за какими-то атрибутами машины, тачки, вот если на богатых людей посмотреть, они уже гонятся за какими-то, вот знаете, ресурсами, что ли. Это все тоже деньги, но это уже яхты, виллы, как активы. Поэтому это такой процесс, можно в это затянуться. Можно сейчас сидеть и рассуждать, вот мне бы там 100 тысяч в месяц, да? А когда ты дойдешь до 100 тысяч, ты понимаешь, что 100 тысяч, это нифига, не твой уровень дорогой. Вот, и потом ты доходишь до 300, до миллиона, до пяти. Но если так, на вскидку, я помню, у меня был разговор с Бахти, еще год назад, и он мне говорит, брат, а вот сколько ты хочешь получать месяц? Пять тысяч, да? Сто тысяч, когда. И я говорю, ну, миллион, говорю, ну, миллион, хотелось бы. И он такой на меня смотрит, миллион, и ты все, успокоишься? И у меня в эту секунду появилось такое чувство, что сейчас он этот миллион достанет и даст мне. И в эту же секунду я стал немного более жадным. И я говорю, ну, не все, конечно, говорю, есть еще, говорю, я говорю, ну, пять где-то я хочу, говорю, месяц. Ну, и какие-то ты в голове строишь, там, какие-то шаблонные такие восприятия денег, успеха. И да, я много раз просто слышал эту цифру, пять миллионов, типа, в месяц от успешных артистов, и как-то она у меня осела. В общем, пять миллионов в месяц, мы идем к вам. Вот изначально старший брат. Да, мы с Бахтияром ровесники, ну, почти, там, год разницы. Но все равно вот по его отношению к нам, по нашему отношению к нему, действительно, можно сказать, старший брат. А потом все остальное? Это вообще все наши отношения построены на братском. То есть у нас изначально я его узнал не как там руководителя, не как продюсера, я узнал просто как человека, который хотел там мне помочь. И это был один из тех людей, который поверил в нас. И не просто словом, вот очень легко сказать, я в вас верю. Вот сейчас девчонки возвращаются некоторые в мою жизнь. Я всегда в тебя верил. Вот это очень интересно. Я была где-то там, на краю света, но в тебя я всегда верил, да, по интернету. Вот. А он был человеком, который показывал это дело. Делом, рублем, отношением. И прошло уже года три с момента, как мы познакомились все вместе. И он продолжает это доказывать. Продолжает, продолжает. И Бахтияр, такой человек в нашей жизни, чье доверие и чью веру, я лично и он очень боялись подвести, очень боялись его разочаровать. Вот. Потому что то, как он к нам относился, то, что он для нас сделал, вот, для меня никто не делал. Мы максимально свободны изначально. Как это было изначально? У нас, нам казалось, что мы самые умные, потому что мы изначально, мы вот я и Дрис, мы больше от рэпа, мы изначально делали такой рэп. И нам казалось, что при правильном его продвижении он по-любому должен стрельнуть. И когда мы впервые попали на лейбл, был один трек, он назывался «Друг». Мы очень сильно не хотели выпускать этот трек, потому что он был максимально попсом для нас. Мы не хотели делать попсу, да, только рэп, да, только тру. Вся эта тема. И мы почему-то выпустили этот трек, и он сразу же попал в топ. Вот тогда, чтобы попасть в топ, это вообще было что-то с чем-то. Очень сложно было тогда попасть в топ. И Баха такой врывается, говорит, пацаны, вы влетели в топ, вам надо еще 5-6 таких треков сделать, и все, все будет нормально. Нет, мы не хотим делать такие треки, мы будем делать только рэп. И Бахтаяр нам сказал, вот смотрите, говорит, через какое-то определенное время вы поймете, что я прав. Мы потом начали выпускать альбомы, начали выпускать какие-то треки, все мимо, все мимо кассы, постоянно ошибались, постоянно. И, короче, он дал нам вот это пространство, вот это время, чтобы мы сами прошли через все это, чтобы мы сами споткнулись, упали, и сами, чтобы мы пришли к тому, что то, что он говорил изначально, что это правильно. Вот. И в итоге мы пришли к этому. Плюс этого метода в том, что то, что мы сейчас делаем, мы любим это. Если бы он нам это навязал и сказал бы, вот делайте, либо все. Мы бы его ненавидели, мы бы ненавидели то, что делаем, и у нас вот эта энергия все погубила бы. А он такой, ну окей, ладно, это мое мнение, но если хотите, я буду и ваш рэп, и все, что вы сделаете, продвигать, как я могу, чем смогу. И он делал, и это не работало, это не работало, не работало, и мы вот, знаете, как пьяные, от стенки к стенку перекатывались, переваливались как-то. Столько всего мы просто написали. С трудом нащупали вот какое-то, ну и ментально изменились уже, дозрели, наверное, и поняли, что вот в этой музыке больше души, больше чувств, больше вот какой-то честности. Вот, и что она, еще такой вот, у рэперов есть такая фишка, типа стиль, делать стиль, но то, что на Западе стиль, это одно, здесь в России у нас свой стиль. Вот, и то, что там, к примеру, делают хамали на ваи, это тоже стиль, понимаете, рассматривать с чем-то странно. Это такая же популярная музыка, как в Америке, то, что делает Дрейк. Как в Америке, R&B, допустим. Да, тоже самое. Это наше культурное, это наше. Но если мы просто берем это оттуда и максимально вот ровно просто копируем и вставляем сюда, это здесь не работает. Да, это не переживает. Потому что, да, ну типа другой менталитет, люди привыкли к другому звуку, вообще абсолютно, типа по-другому люди смотрят на это здесь, в России, в СНГ в целом. Поэтому лично у нас на Лыбле, можно сказать, была максимальная творческая свобода. Вот. Не знаю, но у меня какого-то супер вокала нет. Ну, сейчас вот на данное время в современном мире, мне кажется, важна идея, а не вокальные данные. Я знаю очень много артистов, очень много людей, у которых супер вокальные данные, но у них нет идеи. И ну типа... Скучно звучит. Да, но типа если у тебя нет идеи, ты красиво поешь и все, ты никому не интересен. А если у тебя есть идеи, все остальное ты можешь докрутить, наработать. Вот меня всегда удивляла группа ЛСП этим. Я вот слушал, думаю, блин, ну здесь же он фальшивит. Вот там есть определенные... Он же фальшивит. Все равно они собирают там стадионы, это не мешает их успеху. Вот поэтому это такие шаблоны. Я недавно по подземному переходу проходил, и там скрипач играл. Просто он как играл, я никогда в жизни не видел, чтобы люди так играли. Я очень много раз видел музыкантов на улице, но как он играл, это вообще просто шедевр. У меня так стыдно стало. Типа не по себе стало. Он профессиональный музыкант, он стоит там, собирает копейки, а я без музыкального образования Пекин нахожусь на лейбле. Просто жесть. Несправедливый мир на самом деле. Поэтому, я говорю, важна идея. Если у тебя есть идея, все, ты победил. А если это любовь, чего печалишься ты? Идеальные отношения, я сказал, она сделала. Мечта любого мужчины. Девочки, мотайте на ус. Идеальные отношения, блин, идеальные отношения. У меня просто не было идеальных отношений, поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Сложнейший вопрос. Идеальные отношения – это что-то, что мы все ищем и не можем найти. Да, это когда, наверное, вы помогаете друг другу, когда вы не садитесь на шеи, когда вы помогаете друг другу просто развиваться в чем-то. Вот, наверное, для меня это идеальные отношения, потому что у меня были отношения, когда человек вместо того, чтобы меня поддерживать, тянул меня на дно. Но, грубо говоря, я занимаюсь творчеством, человек прекрасно понимал, что, условно, это мой хлеб, что этим хлебом я и себя кормлю, и этого человека кормлю. Но все равно, вот, на поводу своего эго он начинал как-то тянуть на дно, говорить, что я, там, условно, мало времени уделяю. Это очень классика. Да, это классика, да. Миллиард раз приходилось объяснять, что ты мешаешь мне. Не мешай, и все будет нормально. Наверное, вот, для меня идеальные отношения, когда люди друг другу помогают развиваться, а не тянут наоборот, на дно. А для тебя что это идеальные отношения? Блин, я не знаю, если честно. У меня были какие-то… Отношения же всегда меняются. Они всегда… У отношений есть этапы. То есть есть, там, три месяца отношений, есть, там, шесть месяцев, есть год отношений, два и так далее. И на каждом этапе новые правила. Ну, свои законы, свои какие-то механизмы взаимодействия, они всегда меняются. И на более поздних этапах мне тяжело приспособиться. Я уже… Вроде, там, на ранних этапах ты понимаешь, что нужно человеку. Чем дальше влез, тем больше дров, да. Вот, ты уходишь туда глубже, и ты уже не понимаешь, что надо. Вроде, ты в такой же, вроде, ты все то же самое делаешь. Но это уже недостаточно почему-то. Уже какие-то, там, появляются запросы, вопросы, претензии, вот, какие-то обиды. Вот, и, блин, я не знаю, наверное, идеальные отношения – это вот, которые сохраняются на этапе первых, там, трех месяцев. Да, вот вы начали, у вас там, как это, бабочки в животе или что. И вот у вас зациклился этот период, да, и вот вы вот так, если это возможно вообще в природе, если это существует. Ну, наверное, такого так не бывает. Вот, и, ну, так вот, без понятия, что такое идеальное отношение. Утопия, вот. Сложно заводить новых друзей, это факт, потому что сто старых друзей, один старый друг, мне кажется, он лучше, чем сто новых друзей. Тем более, мне, например, когда я переехал в Москву, очень сложно было. Я всегда такой человек, мне вообще очень сложно знакомиться с людьми. Я очень закрытый человек. Тем более, в Москве я людей вообще не знаю, не знаю, как, кто, вообще, что у них в голове. Типа, мне очень сложно было в Москве знакомиться с людьми. Вот я знаю, как это должно быть, я знаю, как дружить с этим человеком, но я не могу это объяснить, я не могу выразить это словами, вот он. Вообще, в моем окружении нет друзей, которые пришли вот сейчас, вот это все люди. Есть хорошие знакомые, вот, хорошие знакомые, которых можно, в принципе, назвать друзьями, просто эти отношения надо развить. Я понимаю, что там с этим человеком, это вот отличный там, да, парень, у него там есть характер, есть принципы. Но надо общаться, развивать это все, встречаться, дружить, не бывает ни времени там, ни у той стороны, ни у меня, это все такое. Это органично же всегда дружба происходит, да, нельзя там, давай дружить там, названивать по расписанию. Вот, и в моем окружении все люди, которые сейчас присутствуют, эти люди, которые там пять лет, десять лет, там, его я знаю, лет десять, вот, которые пришли очень давно. И, честно, я не умел дружить. Мне казалось, что я умею дружить. Вот, когда я познакомился с Леусом, я понял, что я не умею дружить. Вот, потому что Леус – это такой человек, который готов последний рубль, отдать, готов весь его отыскаешь ему. Как-то он купил себе кроссовки, купил кроссовки, отдал за них 13 тысяч, тогда еще денег у нас не было, отдал там какие-то последние, отдал, очень любит там Air Force, купил себе кроссовки, пришел домой довольный, счастливый, крутится перед зеркалом. Я говорю, можно я померяю? Типа, да, да, конечно. Я надеваю, я говорю, блин, они офигенные. Вот просто обронил фразу. Он говорит, забирай, просто. Вот забирай. Я бы такого не сказал. То есть у меня в моей голове даже не было, что такой вариант возможен. Я их просто наделал и говорю, они классные. Он говорит, забирай. Вот, если хочешь, забери, говори. Вот. И когда вот такие… Я просто знал, что они заберут, поэтому… Когда с такими вещами сталкиваешься, еще у меня есть друг Зелимхан, он тоже… Вот сколько я с ним общаюсь, с этим человеком, я знаю, что если мне что-то надо будет, он последний рубль достанет, отдаст. Да, вот он такой. Для кого-то, может, он козел, для кого-то, кто его ненавидит, еще что-то. Вот для меня, как друг, вот он последний достанет, отдаст. Будет всегда искренний. Ты человек, который, когда у меня ничего не было, звонил мне сам, приходил ко мне, как пытался меня познакомить со всеми, там, кто клип снимал, кто там продвигал. Даже как я Мага постоянно приезжал с полными пакетами. Реально. Это люди, для которых я лично ничего не сделал. Вот я как-то жду момента, чтобы как-то их отблагодарить, но они вот постоянно безвозмездно, безвозмездно. Просто вот… Вот это дружба, вот это… Вот это такое органично вот как-то само появившееся, как-то какая-то ментальная, духовная, сердечная близость с человеком. Вот когда ты просто там встретился, пообщался и понял, что вот это от души пацан. Вот так вот. Я в этом плане консерватор жесткий. Я не приемлю это. Мне не нравится. Мне вообще не нравится, когда девушка в себе что-то меняет, когда она вот эти губы надувает, когда они постоянно что-то в себя вкалывают под эту кожу. Постоянно. Я не знаю. Мне это неприятно. Вообще сам процесс выглядит жутко, если честно. И сам процесс выглядит жутко. И, типа, ну… Ты понимаешь, что это неестественно? Типа, естественное уродство намного красивее, чем неестественная красота. Да. Цитаты, да. Лукашники разбирайте. Типа, лучше быть естественным. Типа, зачем все это? Ну, типа, это тренд какой-то. Кто-то задал этот тренд и все, пошло-поехало. Теперь это не остановить. Но мне не нравится. Я за естественную красоту. У меня более такой лояльный, либеральный взгляд на этот момент. Либерал. Конечно, если речь о мужчинах, то категорически нет. Это вообще жесть. Я не знаю, что там. Это вообще просто. Калывать, колоть. Причесаться можешь. Я не знаю. Укладку, ладно. Окей, если волосы длинные сделать. Умыться. Вот. В вопросе с девчонками. Ну, в принципе, пудра, помада – это тоже что-то такое неестественное. Ну, да. Когда пудра, помада. Этого тоже много. Когда на лице просто, не знаю, просто какая-то шина находится. Не знаю, когда объяснить. Вот такой толстый слой, когда там ни кислорода, ничего не поступает в кожу. Ну, типа, я не знаю, может, я максимально грубо сейчас это объясняю. Ну, да, я извиняюсь, но мне это не нравится. К этому же привыкли все. Вот. И к этому майкапу, наращенными ресницами и так далее. Там есть очень тонкая грань, когда это выглядит естественно. Вот оно все должно выглядеть естественно. Главное с этим не борщить. Во всем надо знать меру. Во всем надо… У меня нет какой-то категоричной «нет» и все. Надо знать меру. Не знаю, для кого это точно не нравится. Я вообще не знаю, для кого это вот… Кому это нравится? О, вот неестественная красота, как же это красиво. И типа… Типа, ты знаешь, что это… Это не она. И тебе все равно это нравится? Ну, не знаю. Наверное, я чего-то не догоняю. Наверное, я слишком старом. У всех свои тараканы, ладно? Да. Не-не-не, вообще категорически против татуировок. Потому что, во-первых, менталитет. Во-вторых, мне… Ну, типа, нравится, если я не на ком-то просто смотреть на это. Ну, на себе я никогда в жизни не сделал бы и не сделаю. Татуировка. Вообще неприемлема. Ну, типа, ничего не хочу изменить. Просто… Были у меня какие-то загоны, когда я сломал нос. У меня прям… У меня был аккуратно, маленький нос. Мама всегда говорила, береги нос. Остман, береги нос. Я еще на борьбу ходил. Смотри, береги нос. Я его три раза ломал. Ну, в детстве были загоны. Типа, нос некрасивый, с горбинкой, короче. Бывают же вот эти комплексы детские. Ну, и все. Типа, год-два прошли эти загоны. Так, в смысле, я ничего не хочу поменять. Даже у меня была проблема с гайморитом. Мне хотели сделать операцию, но, слава богу, сейчас все нормально. И этот врач сказал, можешь сразу ринопластику сделать. Типа, поправить. Я говорю, нет, ни в коем случае не стоит. Тебе просто сделайте вот эту внутреннюю операцию, берите гайморит и все. Типа, операцию на нос, чтобы выровнять его. Я не хочу. Я бы хотел изменить себе, повысить функциональность. Знаете, с возрастом начинаешь на любой спорт, на свое тело смотреть, как на... Вот как животные, допустим. Гепарды находятся в естественной среде, они работают. Все, что у них есть, там, хвост, ноги, суставы, все это работает. Все это находит применение. А вот человек вот с современными технологиями, мироустройством, работ, сидячей работой, у нас вот как будто наши функции начинают отмирать. Там, дыхалка, выносливость, там, сила, я не знаю, гибкость и так далее. Да, я тоже об этом доволен. И хочется вот это вернуть, как бы быть в тонусе. Вот я бы хотел вот это... Ну, я сейчас потихоньку, там, иду к этому. Мы в неестественной среде находимся постоянно. Да, да, да. И вот хочется изменить себе именно... Иногда даже вот по ощущениям, там, встаешь утром, там, ни зарядки, ничего, вечером приходишь, думаешь, я даже вот разминку не сделал сегодня. Вот даже не потянулся просто ни разу. Вот это неестественно для тела, это вредно. Вот и хочется вот себя к этому приучить и как-то забыть. Даже вот там на боксе я ходил, приходишь на тренировки. Я понимаю, что молодые там ребята занимаются, чтобы кому-нибудь врезать, кого-то вырубить, да, вот просто тестостерон выплюснуть. А я понимаю, что я туда пришел, разогнать кровь, там, я не знаю, выровнять давление, да, то есть какие-то суставы размять. Да, ну я клянусь тебе, клянусь, я еще сам, но мне это нравится, честно. Мне это нравится, вот эта дурь ушла из головы. Раньше я тоже ходил, чтобы там кому-то там ударить кого-то, да, кого-то, наехать, опустить кого-то. А сейчас ты ходишь и ты понимаешь, что вот я вот размялся, вот твоя задача, там, пришел, размялся, там, побоксировал, там, реакция, скорость, там, реакция и так далее. И ты думаешь, с кайфом, вот я свою задачу выполнил. Вот. И поэтому мне это нравится и хочется в этом себя совершенствовать. Я прям не люблю баранину, вот, прям не переношу запах баранины. Я всегда всем рассказываю эту историю, когда еще в университете учился. Я купил говядину, положил ее в морозилку и забыл про нее. Это ужасная история. Да, потом у нас выключили свет, отключили свет. Три дня не было света, естественно, мясо разморозилось, протухло. А потом дали свет и оно опять замерзло мясо. Никто же не ест, я надеюсь, у Сари. Она опять замерзла, а я забыл про то, что нас свет отключили. Потом через два дня я думаю, о, у меня же есть мясо, дай-ка я себе приготовлю суп. Взял, разморозил это мясо, приготовил суп. Я ем этот суп и понимаю, что что-то не так. Мясо какое-то вонючее, но я почему-то доел этот суп. Пригиньте, вонючее мясо. Потом я жестко отравился, жестко. Я чуть не умер, я там неделю в себя приходил, еле в себя кушал. Вы странно. И я к чему это, к тому, что запах испорченной говядины, он точно такой же, как запах свежей баранины. Вот чтобы все знали. Вот испорченная говядина, протухшая говядина пахнет как свежая баранина. Говядину я люблю, я только не протухшую. Нормальную говядину я люблю. Но баранину не люблю, потому что вот ее запах мне напоминает запах протухшей говядины. Что еще ненавижу? Меня. Давай ты пока, я думаю. Блин, сейчас будет звучать очень, конечно, так пафосно. Но я ненавижу невежество человеческое. Наверное, тупость и невежество. Когда люди, которые не разбираются в предмете. Вот сейчас, знаете, вот интернет говорят, это способ дуракам общаться с нормальными людьми. И вот я не люблю, когда в интернете люди, не понимающие в предмете, начинают умничать. Вот это меня очень раздражает. Я даже не знаю, почему меня это раздражает. Меня очень... Я себе никогда не позволял там заходить куда-то в комментарии, кому-то писать какие-то вещи там. Есть вещи, которые я в лицо никогда не скажу. Я себе никогда это не позволял. С приходом интернета очень многие начали там в комментариях что-то там себе писать, позволять. Умничать там, говорить о чести, о достоинстве, о мужском. О вещах, о которых они представления не имеют. Потому что если ты мужчина... Много раз такое было, что мне в интернете что-то писали. Ты там, вот мой... Ну, что-то, что-то. Ты звонишь, встречаешься с человеком, а он начинает. Брат, я же не это имел ввиду. Я же так, по-братски. Понимаете? Зачем? Зачем? По-братски сказать что-то не может быть, да? Ну типа я хотел как брату там, знаешь, что-то такое. Как брату сказать что-то не может быть. Да. Типа того. Вот. И поэтому меня раздражает вот это невежество. Вот это... Когда люди думают, что вот они могут зайти вот тебе что-то вот с барского плеча так отвесить, да? Какой-то там, я не знаю. Дать тебе совет вот там. Научить тебя быть мужчиной, да? Блин, вот я всегда, если я что-то говорю, кого-то критикую, я думаю, а кто я? Вот я человек, который может это сказать. Я достоин того, чтобы это говорить. Вот какой-то хотелось бы, чтобы у людей больше самоанализа было. Чтобы они начинали вот с себя. Вот начни с себя, а потом будешь там комментарии писать. И вот это вот на Кавказе вот это очень такая тема больная. Потому что кавказцы вроде такие там принципиальные там, да? Горцы, честь, достоинство. Но когда речь доходит об интернете, это все вот очень приобретает такую немножко уродливую форму. И для меня это как для человека старой закалки, которой я не вспомню ни один комментарий, чтобы я кому-то что-то сказал, что я делом, словом в реальности не подтвержу. И вот это я ненавижу просто. Это я презираю. Я таких людей сразу блокирую. Сразу. Даже ничего с ними выяснять, разговаривать, сразу блок, все. Саламу алейкум. Видеоигры. Фу, я не люблю видеоигры. Мне хватает терпения. Я обожаю видеоигры. Кстати, вот. Ну не то, что я ненавижу видеоигры, просто не люблю. А что-то машины еще любишь. Он прям болен машинами. Я очень нейтрально отношусь к машинам. Типа мне ни холодно, ни жарко от них. Я типа воспринимаю машину как транспорт для передвижения и все. Бахти нам говорит, пацаны, только когда начнете зарабатывать деньги, я вас очень прошу, никаких Феррари, никаких Ламборгени, ни вот по-братски. Вот. Я такой. Ну типа это же мещанство, это же такое, типа. Пытаются уберечь нас от какой-то глупости, от какого-то расточительства, от какого-то расточительства. Он за меня точно не переживает. Он, да, попрощает меня. А я прям плакаты Феррари. Жигули куплю себе и все. С Путиным застал. Дай бог, чтобы через 10 лет уже были, ну я лично не знаю на счет тебя, что я был уже семьянином, чтобы у меня были дети, чтобы у меня был свой большой дом у моря. Я не знаю. У лукоморья. У лукоморья дубзеля. Я не знаю, сложный вопрос. Я думал об этом, но я типа не люблю думать об этом. Через 10 лет что будет загадывать. Что будет, то будет. А я, кстати, вот стесняюсь об этом рассуждать вслух. Вообще, я не знаю, у кого-то есть только ты своих мечтаний стеснялся когда-нибудь? Типа, чтобы вот так рассуждать о них. Тебе стыдно за свои мечты? Это такие... У меня знаешь какие мечты? Типа вот я там через 10 лет там бизнесмен. У меня там окружение, бизнесмены там, я не знаю, список Forbes, успешные люди все. Ну и порядочные, достойные, какие-то жулики. Вот и я там с ними на короткой ноге. Не стремно говоришь? Ну я не знаю, не стремно? Слушать не стремно это. Зависит от этого. Если слушать нормально, то рассуждать тоже нормально. Вот, ну конечно, не вижу себя женатым, если честно. Вот я в последние годы поймался на мысли, что мне очень тяжело представить себя женатым. Вот, я не знаю с чем это связано. Сейчас повзрослеешь. Вот, просто я... Я был уже женат. Вот, я через это прошел. И это... При моей работе, при моих каких-то амбициях, это... Не знаю, как это назвать. Очень такое... Энергозатратное, ресурсопоглощающее мироприятие. Я не знаю, как это еще сформулировать. Это очень много сил. Это очень много сил отнимает. Вот поэтому я пока не готов к этому. Это такое уже. Я думаю, это не десять лет. Это прям сто процентов будет. В этом ни капельки не сомневаюсь. Не сомневался ни разу. Я понимал, что... И понимаю, что это будет. К этому, я не знаю, отношусь как к должному. И самое интересное то, что мы у нас... Мы приходим к какому-то определенному успеху, когда мы уже готовы к нему. И когда мы уже о нем не думаем. Да, когда уже не думаем. Грубо говоря, вот то положение, в котором я сейчас нахожусь, если я полтора года элементарно... Полтора года назад попал бы в это положение. Мне башню снесло бы просто. А сейчас это все постепенно, постепенно происходит. Ты привыкаешь к этому и воспринимаешь. Не знаю, как должно это воспринимаешь. Там, знаете, вот есть надлом. Ты как бы к этому идешь, 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 не получая. И потом оно как бы ломается внутри тебя. И ты куда-то сваливаешься эмоционально. И когда вот ты сваливаешься, ты это получаешь. И ты такой... Кайф, что, идем дальше. Я знал, что так это должно быть. Я знал, что это будет через какое-то определенное время. И мы работали. У нас не было такого, что бац, и мы все это получили. Мы очень... Ты сколько лет занимаешься? Тринадцать лет ты занимаешься? Я, да. Он тринадцать лет занимается музыкой. Тринадцать лет идет к этому. Вот. Я где-то лет семь, наверное. Семь-восемь. Про ближайшее время. У нас трек вышел. В последний раз. Вот. В смысле, не трек в последний раз вышел. А трек называется так. В последний раз. Вот. Вообще, с планированием ближайшего будущего очень такая... 2020 год нам показал, что это очень опрометчиво. Планировать что-то. Вот. Ну, надеемся, выступление. Вот. Выступление. Материал. Может, альбом. Да. Прямо выступать очень сильно хочется. Потому что для меня это единственная вещь, которая определяет именно успех артиста. Я хочу почувствовать это, да. Общение. Живое общение с аудиторией. Да. Когда я буду выступать, и там, условно, там будет тысячи, две тысячи человек, я прям, да, я пришел к этому. Вот тогда я это почувствую. Я сейчас этого не чувствую пока. Помнишь, как Мияги рассказывали? Что-то плоское, ненастоящее. Что, типа, они выпускали песни, выпускали. Вот настало время, там, в тур, там, концерты. И они офигели с масштаба собственных концертов, туров. Вот, и они говорили где-то в интервью, по-моему, что мы даже не знали, что мы настолько популярны. И в ближайшем будущем хочется вот это испытать. Вот это чувство. Самое главное в жизни для меня, я всегда говорю, всегда с акцентом, акцентом. Это довольство мамы. Для меня это очень важно. Потому что мама – это самый главный человек в моей жизни, которая все отдала, чтобы вырастить меня нормальным, адекватным человеком. И все, что я делаю, каждую копейку, которую я зарабатываю, и каждый мой шаг я делаю так, чтобы мама была довольна, и чтобы она гордилась мной. Для меня это очень важно. Я не знаю, что самое главное в жизни. Честно. Очень сложно об этом рассуждать. Так, если на поверхности тоже мама, тоже хочется родителей радовать. Вот, какие-то внутренним принципам своим не изменить. Поэтому очень такая тема. Мне кажется, вообще нет такого самого главного в жизни. В жизни вот оно, мне кажется, вот, оно вот так, несколько их главных. И в совокупности, оно вот делает из тебя какую-то вот личность, да. И вот, наверное, вот быть вот этой личностью, которая внутренним своим каким-то запросом, ожиданием будет отвечать. Включая маму, включая там религию и так далее. Отношения с людьми, с братьями. Мы все брать-тедом. Делай от души, делай вопреки, мир переверни. Что там было дальше? В небо опреки. Что за песня? В каждом наброске, в каждом черновике, Учитель продолжается в своем ученике. Сансара, да? Да, сансара. Вот, мое пожелание. Делай вопреки. Да. С Новым Годом. С Новый Годом и с новой счастьем. С первой снегом.